Ну что ж, друзья мои, тема сегодня, да, как обещали, возьмем мы для рассмотрения не относящуюся к семье и к быту, хотя тоже относится, да, потому что, наверное, эта история прибавит в некоторых семьях, в некоторых парах почву, прибавит для разногласий между людьми. Ну и, естественно, вчера, вы знаете, самая такая яркая политическая история заключается в том, что принимали единодушно новый закон о выборах, да, или, я не понял, дополнение к уже существующему. Во втором чтении они принимали. Принимали, принимали, 16 поправок одобрили, 24 забанили, но это суть дела не меняет. Вот, Виктория, не стучите так копытами, поставьте вашу клавиатуру в лежачее положение, она не будет стучать, это правило работы на радио. Здесь надо не шуметь, когда люди говорят, да. Так вот, вы еще отбойный молоток принесите. Так вот, друзья мои, история такая, упрощается, резко упрощается ситуация с существованием политических партий. Раньше нужно было 40 тысяч человек, по-моему, иметь политической партии, а сегодня 500, 500, да. Были предложения внести кое-какие поправки, ну, чтобы, грубо говоря, партия хотя бы состояла из 5 тысяч представителей, да, членов, потому что что такое 500 человек на страну в 140 миллионов, да. Мы, к сожалению, уменьшаемся постоянно. Вот вышла тут статистика, что в январе в 1,2 раза больше умерло, чем родилось. То есть все-таки перевес опять в ту сторону, и в таком случае, конечно, 500 выглядит все более и более привлекательным. Но, тем не менее, и так 500 человек для того, чтобы создать партию, этого будет вполне достаточно, да. Да. Уже сейчас, вот, товарищ Веселкин меня просветил, 64 организации хотят войти в число вот новых партий. И, наверное, в свете того, что нужно всего 500 человек... И ведь войдут. Их будет больше, больше. Напоминает мне всю эту историю, конечно, конца 80-х, когда партии было тьма тьмущей, было очень много региональных каких-то партий, партиек, так скажем. Но давайте сегодня вот какую тему обсудим, друзья мои. Понятно, что ни для кого не секрет то, что у нас сейчас, вот, до принятия этого закона, в третьем чтении, там, после одобрения президентом, существующие сегодня 4 партии, да, ну, которые, по крайней мере, представлены в Госдуме, ну, весь спектр политических аппетитов, давайте говорить так пафосно, аппетитов, не представляют, правильно, не представляют. Потому что читаешь их программу, они все одинаковые, по большому счету, все хотят добра, вот, и, соответственно, ну, и все они с такими обтекаемыми формулировками, в общем, ну, берут такой средний срез, так скажем, человека, да, обычного. Но люди же все разные, да, люди все разные. И вопрос сегодня давайте в теме дня поставим следующим образом. Понятно, что есть уже 64, которые хотят зарегистрироваться, и я думаю, что нет никаких лимитов для того, чтобы было 664 этих партий. Людей у нас много, для партии нужно всего 500 человек, так что люди справятся. Но вопрос таким образом. Какая партия, с какой идеологической направленностью, давайте так, вот с каким позывом, что ли, или с какими планами, ну, в общем, вы понимаете, да, с какими целями, да, которые могут быть вставлены в лозунг, в слоган этой партии, ну, в задачи, скорее, да, в задачи, будет отражать ваши личные политические интересы. Но второй вопрос для тех, кто хочет уклониться от обсуждения. Нужна ли вам, в принципе, вот политическая активность и участие в какой-либо-то ни было политической жизни, что упрощается с принятием этого нового закона, да, потому что спектр партий будет огромный. Наверное, идеологически они будут самого разного толка, да, ну, из тех, которые не призывают, понятно, к насилию, к расовой дискриминации, будут разные партии, их будет много. Вот вам лично, у вас лично есть потребность жить политической жизнью, да, вот этой новой, свободной, разнообразной, многоликой, или вы хотели бы, например, или вы для себя решили, что вы политикой не интересны. Нет, не то, что хватит, а просто вам это неинтересная история с политикой, да, и не то, чтобы никакая партия не может выражать ваши политические взгляды. Но у вас вообще нет политических взглядов И вы хотите быть свободным, например, как я От политических взглядов Вот это верно Это я показываю пример Еще один нюанс, надо сказать, по поводу этих партий Значит, почему они говорят, что это можно По 500 человек, потому что, в принципе, партии будут разные Любители пива, любители бабочек Любители спорта и все такое Но они никогда в Думу не пройдут Поэтому есть идея блокироваться И все равно этот блок должен выражать какую-то отдельную идею И не просто на уровне сложно Абсолютно с Лешей не согласен Потому что вспомните европейскую историю Вот абсолютно недавно Какая-то партия в Германии, что ли, она получила Какое-то большинство и вошла Это была какая-то абсолютно айтишная история Это беспрецедентная Пиратская партия Хорошо, вот, пожалуйста, пример Да, пример Люди хотят воровать, скачивать чужие фильмы Правильно? Хотят скачивать чужие фильмы Они, чтобы свои интересы пролоббировать Пролоббировать, да Они, соответственно, создают политическую партию в Европе То есть, друзья, мы вопрос ставим следующим образом Есть ли в теории такая политическая сила Которая будет лоббировать ваши интересы? Что это за интересы? Какая идеологическая направленность, да, у этого всего? Ну и, соответственно, если вы аполитичны Тогда тоже заявите об этом Пожалуйста, наш телефон 728-71-71 СМС-ка может быть отправлена на номер 5533 Со слова «Маяк» Да, и мы сегодня обсуждаем вот этот новый закон о выборах Поправки к закону о выборах Не надо шептаться, Галя, не надо шептаться В студии работают микрофоны Мы вас еще не представили А вы уже шепчете с Веселкиным, да Галенька, садите вот туда, пожалуйста Садитесь, к нам пришла Галина Прекрасная победительница нашей исторической Тоже будет высказываться Ну тогда Галя Галя, раз уж вы пришли, садитесь, душа моя Садитесь Доброе утро Здрасте Доброе утро Доброе утро Доброе утро Да, Галенька, вот вы кем трудитесь? Скажите, пожалуйста, кем работаете? Ну, я такой маленький предприниматель Маленький предприниматель? Да У вас есть дети, муж? Конечно Дети, муж, скажите, пожалуйста У меня уже даже есть внуки Это подробно Это неожиданно Ломает план Ну ладно Галина, вопрос прямой Вот вы обычный человек, я вижу Приличный человек Может быть со своими тараканами Может быть нет Но тем не менее Да Вот смотрите Расширяется политическое поле в стране Да Теперь, может быть, не 4 партии А 64 И, может быть, это число увеличится Вот вы лично аполитично Или есть такая, ну, идеология Которую должна была бы выражать политическая партия За которую вы бы, ну, встали горой Или, по крайней мере, на выборах Вы знаете, я подойду задалека Я из провинции Поэтому Откуда вы, кстати? Я из провинции Сярославской области Город Пашихонья Лучше бы было меньше партий Но было бы больше трудящихся Которые бы к чему-то стремились Потому что провинция, она настолько Не живет Вот эти все партии Это прекрасно Но обратите внимание на провинцию Ведь у нас такая великолепная страна Россия И столько потенциала А мы кушаем импортная То есть Вот Значит, вам нужна партия Которая будет лоббировать Запрет импортных товаров Правильно? Если мы вот об этом говорим Правильно? Потому что мы великая держава Друзья мои, вот мы о чем говорим Есть ли у вас насущная идея Да? Тема какая-то Которую и может реализовать Какая-то из вновь образованных Политических партий Или вам на все наплевать? Вот Галя Ей не наплевать Но мы и помогли сориентироваться Правильно? Хорошо, отлично Итак, нужна партия для того Чтобы лоббировать запрет Импортных продуктов Да? И нашей тотальной зависимости От импортного фуфла Который заполонил В нашем магазине Мы не подменяем сейчас историю Ведь это могут решать и профсоюзы Зачем обязательно Объединение партии? Почему? Какие профсоюзы? Ну что же профсоюзы? Ну как, профсоюзы, например Ну какие профсоюзы? Отечественных, там, я не знаю Производителей Что они могут сделать? Ну как, ну точно так же Они могут лоббировать Они не эти задачи профсоюза решают Они интересы трудящихся решают Профсоюзы, а не то, что им выпускать Профсоюзам абсолютно все равно Выпускайте, чтобы человек получал за это деньги А не то, что продукция вот российская какая-то Давайте поговорим, друзья мои 728-7171 Наш телефон 2, 2, нет 5533 со словом Олег есть у нас на связи Олег, доброе утро Доброе утро Да, Олежек, 47 лет, да Из Московской области Олежек, ну вот скажи, пожалуйста Теперь можно будет создавать партии От 500 человек, да? Вот скажи, пожалуйста Есть ли какая-то идея Идеологический посыл Или цели Которые вот вновь образованные партии Могут, в отличие от существующих Реализовать С твоей точки зрения Вот какая-то Вы знаете, я как раз ближе ко второму Что вы сказали То есть Не помню, кого цитировал именно Но есть такие выражения Что Человек аполитичный Это опора общества Он самодостаточен Если партия То есть группа людей Пытается защищать чьи-то интересы То наверняка этого не произойдет А если человек знает, чего он хочет Если он чувствует в себе силы То ему не нужна никакая партия А если эти люди объединятся То возникнет как раз та самая сила Которая способна что-то изменить То есть вам нужна партия Аполитичных граждан Нет Просто граждане Которые Не будут голосовать Ни за какую партию То есть Ну грубо говоря Не будут вестись Ни на какие интересы Вот Кстати, сегодня интересная тема Еду по Жуковскому Вот сейчас, да У нас есть парк Который там пытались вырубить Граждане Защищали часть парка Там Остерка и эстакаду ведут Так вот Сегодня полный город ОМОНа Крузы и броневики стоят Ну не полный в центре Там машины с ОМОНом Броневики И парк вырублен с утра Вот вам и партия Вот партия Ну вот смотрите Как интересно На 5533 Со словом маяк СМС А я всегда мечтал Создать партию Против собак В городе И женщин за рулем Половина электората Была бы обеспечена Так партия Против собак В городе И женщин за рулем Хорошо Партия доступных женщин Партия доступных женщин Давайте друзья Партия в качественной дороге Задолбался Прокатывать диски Вывертывать по крышке Вот давайте друзья И вам даже есть Надо же понимать Друзья мои Надо же понимать Что любое наше с вами Требование Нужда наше с вами Да может обернуться Политической какой-то активностью Так вот какая цель Должна быть у партии Которую вы хотите поддержать Да давайте вот посмотрим И может быть у нас Какая-то статистика вырастет Да что там под меня Копают У вас нет Вас просят возглавить Партию против геев И вы могли бы ее Возьмать А в статейле Сергей абсолютно мило Общался вот с нашим гостем А дело в том что Дело в том что я Интеллигентный человек Вот Но просто врага Надо знать в лицо хорошо Вы понимаете Да естественно Надо подойти к нему с тыла Естественно Несогласие с врагом Не обязывает нам Не подавать им руки Очень толерантны были На душе Так я же втирался в доверие Давайте Романа послушаем Из Москвы Ромочка доброе утро Привет Рома 30 лет пожалуйста Вот есть ли какая-то Концепция политическая Которую могут Твою вот выразить Некие политические новые силы Смотрите С удовольствием Подержу партию Против женщин за рулем Честно говоря Вот Но у меня партия Как бы Ну Та партия Которая меня бы Действительно зацепила Это та партия Которая бы реально занималась Как вам сказать Ну аграрным хозяйством Скажем так То есть поддержкой Вот вы поддерживаете Галину Которая у нас в студии Да Я с ней солидарен Потому что действительно Я тоже говорю Где бываю Сергей Вот И смотришь на все эти поля Которые просто пустуют Уже там не один десяток лет Да С развалом союза Вот Никому не нужные Хотя это чернозем Там допустим На котором плюнь Там что угодно вырастет Вырастет Вот Этим нужно заниматься Это и та партия Которая этим будет заниматься Вот я ее буду поддерживать Да Рома А как Какими методами Примерно Эта партия Если она Например Придет к власти Будет добиваться результата Потому что Вы знаете Часто у нас Бывают в гостях люди Ну относительно часто По сравнению с другими каналами Скажем так Да И общее мнение Которое у меня сложилось Из общения с людьми Которые вот Непосредственно На селе Что-то пытаются сделать Есть такой фактор Как Ну что ли Скажем так Из-за ликвидации колхозов Развращение населения Которое и не хочет работать В том числе Не только нет инвестиций Но и люди Уже Конечно Не без участия государства Которое в свое время Их кинуло Да Превратились в таких вот Потребителей водки Грубо говоря Да И какого-то натурального продукта Безинициативной Не хотят работать Вот вы какими методами Будете поднимать Вот этой партии село Вот что за методы конкретные Нужна же программа Смотрите Ну в принципе Там куда Периодически катаюсь я Там людей Способных Вообще держать лопату Да Грубо говоря Или сесть за трактор Практически уже не осталось Двое То есть На мой взгляд На мой взгляд Все-таки нужно искать Людей Которые уже оттуда свалили Грубо говоря Да Давным-давно Вот И путем То есть такая Сельская репатриация Говорят Да нет Прежде всего Надо молодежь Возвращать на село Вот что И тогда это все Будет подниматься То есть надо такое Надо такое Если на это будут платить Хорошие деньги Например Да Вот И мне там дадут Жилье там Или еще что-то Вот я лично Да Человек из Москвы В принципе На какое-то время На время там Вот именно Пассивной там Урожай И все остальное Я бы честно говоря Туда уехал Я понимаю Я понимаю Партия так называемых Да простят меня Так сказать Представители Израиля Да За иносказательное Такое Нарисательное Наименование Такое Сельхоз сионистов Возвращение на землю Обетованную Правильно Чтобы вспахивать Свою землю Ну на время как сказался Не на время А на пенсию На время Отлично Говорим сегодня О том Какие политические цели Виктория Вам близки Да в новых партиях После новостей спорта Продолжим Дорогие друзья Программа пропаганда Сегодня мы с вами Обсуждаем Историю Которая Ну логически Проистекает Из вчерашних Госдумовских Известий О том что Во втором чтении Одобрили Медведевские поправки В закон о выборах О политических партиях Теперь их может быть Десятки И даже сотни Потому что Для создания Политпартии Потребуется всего Пятьсот человек И соответственно Те четыре партии Которые сегодня В Госдуме Ну чисто математически Но не могут они Отражать чаяние Всех 140 миллионов Человек Из которых Наверное половина Является избирателями Даже больше Наверное половины И вот Те политические задачи Да Которые бы стояли Перед партией За которую Вы бы стали Действительно голосовать Вот с какими Политическими целями С какими целями В принципе да Политпартия Вызвала бы Ваши симпатии Нуждаетесь ли В какой партии Вы нуждаетесь С точки зрения Задач и целей Которые она перед собой Ставит Ну и вторая часть вопроса Если вы Аполитичны Тоже сообщите нам Об этом Хотите ли вы жить Политической жизнью В принципе Хотя вот Ситуация А вот Последних минут Обсуждения И Галина К нам приехала Из Ярославской области И вот Роман звонил Речь идет о том Что вот Восстанавливать Например село Но вот без политики Не получится Потому что Чтобы что-то изменить Надо изменять Законодательство А для этого Нужно идти в политику И как бы например Ну вот я лично Честно говоря Спокойно бы жил Поживал Без политических историй И так Я думаю что Любой нормальный человек Который работает И живет нормальной жизнью Обычной Без политики Мог бы обойтись Проблема в том Что без политики При современном устройстве Общества Кстати навязанной нам В 19 веке Ну грубо говоря Такому цивилизованному миру Да Невозможно решать Вопросы по другому Такая система Невозможно решать Значит надо идти Кто-то должен Во-первых решать И слушайте Вот я по поводу того Что смотрите Все очень дифференцированно Все такое мелкое Значит Партия любителей шоколада Партия любителей детства Сосисок там Партия любителей детства Это как Педофилов Откуда я знаю Сергей Да Педофилов И гей славяне Педофилов Дирижер Партия любителей Мирового барыжничества Там еще что-то такое Но мы называем одну вещь Назваться можно как угодно Но ответственность нести Это же не просто так Я Партия любителей детей Что для этого нужно Какая стратегия Любой партии Любой партии Обязательно должна быть стратегия Ты начинаешь с этого Но куда ты ведешь Нельзя же просто решить Локальную проблему Это не партия Это дело не партии Это дело организации какой-то Местной какой-то организации Тут тоже не надо путать Хорошо Но вы людей не поправляете Они как могут Так и выражают мысли Я говорю Я один из тех людей Который понимает Вот у меня есть точка зрения Вы понимаете Вот проблема в том Что у нас в стране Нужна партия Тех кто не понимает Потому что вы Тянете на себя одеяло Просто надо учитывать Не одеяло я тянул Как оказалось Надо учитывать Потому что мне очень хочется Чтобы было хорошо Но я понимаю Что нужно посмотреть Увидеть тот коридор Куда мы должны выйти-то А не просто Партия чинителей дорог Партия любителей пива Партия любителей сна И что? Ну что? Пусть люди развлекаются Но у людей волнует Такой спектр вообще Да давайте 5533 со словом Маяк Кредо политической партии Цель политической партии Которую вы хотите поддержать Либо вы аполитичны И телефон 728-7171 Ну вот Евгения пишет Из Томска Я за партию Отделения Сибири от Москвы Вот Видите? Приморский край Партия ЖКХ И доступного жилья Партия защиты правого руля Я за партию То есть как? Тот, кто в партии Тому хата Да Я за партию Против приезжих из СНГ Так Такая партия Партия защиты правого руля Ну ведь Смотрите Защитят руль Дальше Как эта партия будет существовать? Вот разрешили руль В смысле как? Ну смотрите Партия защиты правого руля И что? Ну чтобы его не ликвидировали Не ликвидировали Добились Дальше что? И держат дальше оборону Потому что потом пойдут Те, кто захотят убрать А вот смотрите, партия туристов Это хорошая партия Это партия за инфраструктуру Чтобы у людей была цивилизованность Ведь туризм, это на самом деле Вы говорите о стратегии, коридоре Внутрироссийский туризм Это мощнейший инструмент Для поднятия локального бизнеса Тур индустрии, занятость людей Плюс у нас же красивая страна У нас обалденная страна Но люди не едут, потому что не знают Как ехать, боятся ехать И нет ничего, кроме своей машины А нужны дороги, стоянки, кемпинги Это отличная партия Потому что есть перспектива У любой партии есть перспектива Давайте ее увидим Олега послушаем Олег, доброе утро Партии нетерпимости к женским усам Это хорошо Олег, доброе утро, 30 лет Какая политическая цель должна быть у той партии Которую бы вы хотели поддержать Из вновь образованных Ну, по поводу вообще В принципе, большого количества партий Я против На самом деле, должен Вот, американский, да, опыт У них две партии Республиканцы И они защищают там И дорожников И там, я не знаю Кому там Алкоголиков Не знаю еще кого Две партии Просто, если будут Тысячи, тысячи партий Да, то это будет Разброд и шатай Ну, а с вашей точки зрения Олег, вот сегодня Говорится о 500 членах Достаточно для регистрации С вашей точки зрения Вот этот лимит Каким должен быть? Ну, не знаю Сотни Сто тысяч Сто тысяч? Огромное количество Людей Допустим, там Аграрий Да, колхозники Вот Партия Агрария Ну, то есть Только существенная часть Общества Имеет право Выдвигать политические требования Обязательно То есть, например Геи Геи могут создать Партию геев? Вот скажите Ну, а что нет? Геи могут Геи могут Потому что их много Потому что они Идеологически выдерживают Они крутые, кстати Да, да Так Олег, скажи, пожалуйста Хорошо Допустим, будет лимитировано Как-то И твоя вот эта Техническая поправка Пройдет Но, тем не менее Вот какая политическая задача Должна стоять Перед той партией За которую ты бы проголосовал Вот сегодня лозунги Разные были На цели Озвучены уже И продолжают поступать Твоя цель Ну, лично моя Лично Да Моя я за легализацию Вот легализация Понимаю Я чувствую какой-то Расслабленный За легализацию Я понимаю Хорошо Вот хотят еще партию Науки и образования А вот партия любителей денег Самая честная партия Любители денег Да Ну, есть Но такие люди Несерьезно подходят Ну, что это за партия Любителей грызть ногти На ногах Ну, это несерьезно Нет, а так вот будет Ну, а что несерьезно Вот скажешь 500 человек-то таких найдут Погрызть ноготки-то и все Найдут Нет И приятные покушали Извращение Все нормально Нужна партия Давайте геев Тогда мы точно узнаем Сколько у нас Ну, например Предположим Хорошо, Александр послушаем Саша, доброе утро Доброе утро Да, Александр Вам 55, пожалуйста Ваш взгляд Какая вот должна быть целью Политпартии Чтобы вы ее поддержали Значит, немножко Национальная ремарка По поводу самого закона Предыдущая права 500 человек-то ерунда Это будет не партия А общественное движение Так Это первое Второе Цель партии, которую я поддержал Это отдать человеку права Не бороться за них Не защищать Как сейчас государство Якобы защищает Так А чтобы я сам Имел возможность И права реализовать Ну, например Какие права? Условно говоря Ну, возьмем опять Ту же славутую Америку Залез грабитель Ко мне в дом Замахнулся у меня Там дубинкой-ножом Я могу его Убить Зарезать Что угодно с ним сделать Он на моей частной территории Угажает Моей безопасности Принял там Не в метро Какой-нибудь подонок Ну, не в метро Там Это, скажем, оскорбительное Публичное Да Вот так же Публичное могу дать ему вглаз Угу У нас В подобных ситуациях Я больше не уверен Меня По первому Варианту посадят Потому что Я превысил В необходимую оборону Угу А по второму Варианту Тоже мало Будет приятного То есть Государство Сейчас взял Все свои права Все мои права на себя Обещаю, что будут их исполнять Но не исполняют Понял Понял Партия обеспечит Чтобы я мог сам Свои права защитить Угу Понял, серьезно Понятно Хорошая идея Хорошо, Александр Вот Андрей Подгорнов Предлагает партию Защищающую иностранный автопром От заградительных пошлин Вот это партия предателей Партия предателей Автобаза Давайте назовем ее так Отличная партия Прекрасная Александра Бирюкова Хочет партию Где бы боролись За права животных И улучшение Экологической обстановки В стране Вот она серьезно подошла Партия любителей Животных Партия Тагил Которая должна называться У нас все больше В разных уголках мира Слоган такой Ну они должны Кооперироваться с туризмом Да И развалить эту организацию Да Алексей давайте послушаем из Уфы Друзья мои 728-7171 Наш телефон Алексей доброе утро Добрый день Доброе утро Да Леша вам 46 лет Вот какие цели Должны быть у партии Что бы вы ее поддержали С первых слов Я хочу сказать что Я уже отдал предпочтение Давно я Как бы Голосую всегда За партию Яблоко Так А у меня другая цель Вот Как бы Если будет возможность Создать Свободные профсоюзы Независимые Ни от государства Ни от кого Вот такая вот А какие задачи у этих профсоюзов будут Вот давайте тогда На конкретно Ну защищать Например я рабочий Ну как говорится Защищать мои права От Как говорится Работодателей Да Я понимаю Алексей Ну а можете Можете нам вкратце Там в полминутки Прояснить Вот как вас угнетает Работодатель Чтобы мы поняли С чем бороться С чем бороться Ну например С серыми зарплатами Которые я получаю Например Ну нормально По моим меркам Для себя Я получаю Но фактически Та сумма Которую я получаю Белыми Это очень мизерно Для моей Как бы Будущей пенсии Это очень мало Еще Такое Чтобы Как говорится Партизки безопасности Вот такие вещи Понятно Восстание здоровья Медицина Это все Надо Профсоюзы должны Этими заниматься А у нас Фактически Эти процедуру нет Есть только Ручная профсоюз Который Является Правой Левой рукой Путина И все Да Понятно Спасибо Алексей За ваше мнение Андрей Послушаем из Москвы Друзья мои Сегодня говорим О тех политических целях Которые Вновь Появившиеся В стороне партии Могут отстаивать От вашего лица Кого вы поддержите Андрей Доброе утро Алло Да Андрюш Доброе утро Доброе утро Да Москва 45 лет Пожалуйста Какую политическую задачу Вы бы поставили Перед своей партией Вы знаете Я Это самое Могу сказать Только вот одно Например Вот вы знаете Что Первый Белогвардейский Бронепоезд Назывался Единая Россия Вот это Исторический факт В курсе Нет Нет Вот сейчас Узнали Вы открыли нам глаза Меня смущает Название партии Вот этих всех Я не понимаю Там либеральная Какая-то Что они хотят Чего они добиваются Я не понимаю То есть вы бы Вы бы проголосовали За партию С понятной целью В названии Ну хотя бы С понятной целью У всех Одна и та же программа У всех Одна и та же Только толку Ничего Хорошо Андрей Я не вижу Как они борются Я не вижу Где они выступают Да Андрей Понятно Они только еще Начнут бороться Да Только еще начнут Скажите Они уже борются Уже все борются Да мы не про этих Мы про тех Которые еще не начали Новые Которые Какую бы политическую Слушайте Ну кто я на Болотную площадь Ходил Бездельники И кому делают Нехрена просто Потому что Вот у меня друзей куча У них маленькие дети Работа Им некогда ходить Вот этой херней Заниматься Вот этой сих Это смелое слово Так нельзя Я понимаю Ерунду Понимаю Андрей Да Андрей Понимаю Посыл понят Посыл понят Но Андрей Немножко Немножко наверное Вот в своей эмоциональности Перебрал Пропустил то что мы Хотим услышать Да А хотим мы Услышать о том Новые партии Будут образовываться От 500 человек Какую политическую цель Ставит та партия Которую Вы поддержите Не те которые есть А те которые будут Многодетные Программа пропаганда Пёрт Вот И соответственно Мы сегодня с вами Обсуждаем историю С возникновением Новых партий По новому закону О политических партиях От 500 человек Может состоять В партии Чтобы ее уже Зарегистрировали Дальше она может Легально бороться За свои интересы Так вот какие интересы Должны быть у партии Цели Цели конкретные Которые бы вы поддержали Что вас реально волнует Мы выяснили Что никак не обойтись Без политической составляющей В решении проблем Система устроена таким образом Что надо в нее Впрягаться Ну как Знаете Чтобы общаться на фейсбуке В нем надо зарегистрироваться В этом проблема То есть невозможно Общаться не зарегистрировавшись Тут такая же вот история Надо пройти эту процедуру Дальше решать свои проблемы Иначе никто не будет отставить Ну вот смотрите Партия сторонников официального брака Предлагают О! Хорошо Партия писунов бассейн Партия по защите Чака Норриса Союз кроманьонцев За тех кто не хочет жить Человеческим стадом То есть интригами С водничеством Партия распутством Партия атеистов Партия рыболовов И охотников Партия против любителей Ленивых дворников Партия справедливого суда Партия мизантропов Партия суда линча Добавим сюда Да еще Партия защиты И психики детей От взрослых От агрессии СМИ Вот Хорошо Партия лошадиной силы Давайте И польского навоза Это производители шампуня Да будут создавать партию Давайте Давайте Евгения Партия любителей чая Да Жень доброе утро Доброе утро Женечка Выключай пожалуйста приемник Будем с тобой общаться Через телефон 28 лет Евгению из Москвы Жене Вот какая политическая цель Ну была бы тебе симпатична Я уже писал по поводу Вот дороги Машины Диски Порванные Не угомонишься Не угомонишься Потому что Мне вот Хочется партию Которая сделает из России Что-то красивое И не стыдное Вот почему я въезжаю в Европу Да Или выезжаю из Европы На машине Заезжая в Россию Начиная прыгать Как Аксакао По этим кочкам Ямам и так далее Просто партия Которая будет Контролировать Не контрольная А именно Логировать там Не знаю Вот смотрите Вот смотрите Был перед вами Евгений Спасибо большое Жене Перед Евгением Был Андрей Он говорил о том Что у партии Должны быть понятные имена Названия Да Вот я считаю Что для партии Евгений подходит Такое Красивая Россия Красивая Для партии Умытая Россия В списке То есть Партия Приготовьтесь Нет Партия лотереи За нее голосуешь И афиг знает Что они там хотят Но вдруг А вдруг вылетит что-нибудь Партия Ерсагумба Партия в поддержку Коррупции Партия любителей Пуха Из Пупка Пупка Да Давайте Александра послушаем Из Москвы Саша Доброе утро Доброе утро Да Сашенька 34 года Пожалуйста Политическая цель Какая-то Задача Которую бы ты поддержал Ну вы знаете Поддержал бы Довольно таки Простую идею Люди которые Прозвратили Что А давайте Отменим привилегии Для власти имущих Вот за них я бы пошел Привилегии Да То есть Ну На самом деле Понятно Что Любой человек Облеченный властью Он конечно же Имеет больше возможности Отстаивать свои Права То есть Он более равный Нежели все другие Вот Но все таки Хотелось бы Чтобы это не было Узаконено Ну Не говоря даже О тех мигалках Которые набили Все Москови Но говоря Говорить Просто о том Что Любой власть имущий Задавит вас Знанием законов Своими возможностями Ну то есть Он более вхож В вот эти все вещи Хотелось бы Хотелось бы Все таки Отобрать это Видимости равенства Да Механизм конечно Механизм не очевиден Как это сделать Но задача понятна Хорошо Андрюшу послушаем Из Клина Андрей Доброе утро Из Клина Здравствуйте Да Андрюш 28 лет Пожалуйста Ваша идея Политическая задача Любитель России Да Ну вообще Какое Конкретная партия Не нужна Ну вот Защита каких-то Определенных интересов То это будут Хорошие дороги То еще что-то В любом случае Партия должна быть Как бы Комплексной политической силой Решать наверное Основную массу Задач государства А не какую-то конкретную Таких движений полно Наверное в Европе И не сказать что Какие-то особых результаты Забиваются А что касается Вообще нового введения Ну чисто политтехнологии Была единая Россия В начале Все партии Поубирали Ребята пришли К власти И теперь Говорят на 6 лет У нас демократия Кто что хочет Час все очередные выборы Скажут Нет у нас Эта инициатива Не прижилась Давайте снова всех уберем Проведем выборы А потом будем Снова все уводить Поэтому как бы Ну лицемерство Чистой воды Спасибо Андрей Хорошего вам дня Дорогой Партия Трезвая Россия Партия Голубая Россия Голубая Россия Вот чего мне нравится Да Вот чистый вы говорили Чисто Голубая Россия Голубая Россия Эй А вы лоббируете Смотри Уже добиваетесь Ваш тип Да в региональном Да маникюр готов Возьмите В театральном сообществе Возглавите ваших Нет Нет Вы кстати внешне типичный Представитель партии А вы совсем не похожи А вы прям слесарем выглядите Давайте Эмили послушаем Из Москвы Да Эмили Доброе утро Друг любезный Доброе утро Доброе утро Уважаемый радиоведущий Да Эмиль 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 23 года Москва Пожалуйста Ваша Вот какая цель Должна быть у партии Чтобы вы ее поддержали Ну Хотел бы в первую очередь Сказать По поводу того Что понимается под партией Я не могу себя назвать Политически активным человеком Но тем не менее Вот если Этой логике следовать Как партия там Усов Рулей И так далее То они больше похожи На группу ВКонтакте Извините Ну так воспитаны люди Они так это воспринимают Они так понимают это Да С одной стороны согласен Но с другой стороны Тогда это уже не партии Может быть их называть Как-то по-другому И цели другие преследуются Ну название не суть А какую цель вот вам Какая цель симпатична Эмм Ну допустим Гостя ваша Назвала мне интересную цель Которая достойна Быть целью партии Как более-менее Политическая цель Да Потому что здесь Все-таки политика А если говорить Какие-то партии Связаны с личными интересами Там я люблю шашлык Да Партия любит Или шашлыка Нет Вот еще борща предлагают Партия Дошампурить Партия Слишком много смеетесь Партия Собирателей Пупочного войлока Вот еще есть Вот видите И я буду разрываться Что же я больше люблю Шашлык или борщ Но это Да Ну и разрешить По традиции Социальных сетей На выборах Поскольку количество партий Зашкаливает За разумные пределы Отдавать голоса Не за только одно А например За 10 понравившихся партий Блоком голосовать